Новое украинское правительство Координационный совет появился два года назад. Он появился, потому что создалась такая необходимость. Просто мы все понимаем, что если мы едины, то мы сила. Если мы разрознены, то абсолютно такое отношение к нам. Летом 2012 года профсоюзы морского транспорта Украины создали Координационный совет, главной целью которого был контроль профсоюзами реформирование отечественной морской отрасли, чтобы оно проходило с соблюдением прав и гарантии трудовых коллективов. Было оговорено, что работа совета будет основываться на абсолютном равноправии всех его членов, независимо от производственной мощности предприятия и количественного состава организации. Координатором совета был избран председатель профсоюза работников морского транспорта Одесского морского порта Владимир Зайков. За эти годы прошло множество заседаний Координационного совета в Одессе, Николаеве и Ильичевске. На протяжении вот этого периода Координационный совет отработал нормально. Сегодня мы вновь собираемся портами Украины, вот на Координационном совете в этом здании, в администрации морских портов Украины. Вот это, в общем-то, знаковое событие. Сегодня есть те проблемы, которые, в общем-то, они влияют на развитие всей морской отрасли, на развитие всех морских портов. Мы собрались сегодня для того, чтобы действительно обсудить и наметить какие-то меры по решению тех вопросов, которые не решаются. Ну, один из них, это самый больной, это то, что не утвержден финансовый план государственного предприятия администрации морских портов Украины на 2014 год еще, а впереди у нас 2015. Кроме этого, в прошлом году вступил закон о морских портах в силу. Мы создали администрацию морских портов. Сегодня есть прозрачная схема прихода в порт, в любой порт инвестора. Сегодня это или условия аренды, или условия концессии. Однако, вот попытки, такие, знаете, поймать рыбку в мутной воде, они продолжаются. На очередном заседании Координационного совета, который проходил в Одессе 7 ноября 2014 года в администрации морских портов Украины, говорили о финансовом плане, коллективных договорах, о сокращении финансирования инфраструктурных проектов в морских портах. Также активно обсуждался и проект закона Украины об усовершенствовании норм, законов с целью обеспечения финансовой и экономической стабилизации Украины. Но революционным, по сути, было решение о создании конфедерации профсоюзных организаций морских портов Украины. Вот это вот необходимо, на мой взгляд, сделать, давайте это мы обсудим, для того, чтобы не сделали за нас. Потому что сегодня тенденция идет. Все это мы видим, все это мы чувствуем. Если мы сегодня не сделаем, то сегодня сделают за нас. Сегодня идет раздробление, будем говорить, профсоюзов, организовываются мелкие какие-то профсоюзы, те, которые, в общем-то, на мой взгляд, подрывают нашу единство и нашу силу и наш авторитет. Давно замечено, что наибольшего успеха в деле отстаивания законных прав и интересов трудящихся профсоюз достигали не методом конфронтации и популистских лозунгов, а кропотливой работой, нацеленной на поддержание конструктивного и цивилизованного диалога между сторонами. С пониманием к идее конфедерации отнесся и присутствующий на мероприятии первый заместитель председателя государственного предприятия администрации морских портов Украины Юрий Васьков. Во-первых, вскользь Владимир Ленинкифович сказал о том, какие тенденции сегодня существуют и кто, в общем-то, пользуется нишей отсутствия единого, скажем так, консолидированного какого-то органа. Скажу свое мнение, что денег здесь не должно быть вообще, то есть единение должно быть исключительно на основе единой солидарной позиции и единых солидарных требований. Даже в контексте того, что обсуждали здесь, то есть вы же видите, что по каждому вопросу мнение солидарное, мнение коллектива крайне необходим. Крайне необходим. Поэтому, вот исходя из того, о чем я сказал, безусловно, за, безусловно, готовы принимать участие, вести диалог, в какой форме, как это определять вам. По итогам Координационного совета, председателям профсоюзных организаций морского транспорта Украины, были написаны письма президенту и премьер-министру Украины, Верховный совет Украины, министру инфраструктуры, а также были подготовлены часть учредительных документов по созданию конфедерации профсоюзных организаций морских портов Украины. Создана рабочая группа по формированию коллективного договора, который будет предусматривать минимальный пакет социальных льгот для всех работников портовых хозяйств. И это дает надежду на то, что в конце января 2015 года в нашей стране появится новая конфедерация профсоюзных организаций морских портов, которая, безусловно, станет объединяющим фактором новым профсоюзным движением Украины.